Добрый день, дорогие друзья. Моя сегодняшняя видеоработа посвящена советской и российской актрисе театра и кино, Наталье Гундаревой, одной из самых популярных актрис советского кинематографа, народной артистки РСФСР. Наталья Георгиевна родилась 28 августа 1948 года в Москве. Отец работал инженером на заводе малолитражных автомобилей, мать работала инженером-проектировщиком в конструкторском бюроне и строительство торговых и промышленных зданий. Родители рано развелись, и Наталью воспитывала мать. Любовь к театру передалась Наталье от матери, но в качестве актрисы она себя никогда не рассматривала, считала, что это не для нее. Восьмиклассницей Наташа пришла в театр юных москвичей во дворце пионеров на Ленинских горах. В десятом классе школы она начинает работать чертежницей в конструкторском бюро, готовится стать проектировщицей. Друг Натальи Виктор Павлов, повлиял на нее в выборе профессии и уговорил поступать в Щукинское училище. В 1971 году она окончила курс, где училась вместе с Константином Райкиным, Юрием Богатыревым, Натальей Варлей. В 1971 году многообещающую выпускницу училища приглашали в свою труппу сразу несколько ведущих московских коллективов, и выбор Натальи Гундаревой был сделан в пользу театра имени Маяковского, в котором она служила до конца жизни. В кино Наталья Георгиевна начала сниматься еще с 1966 года, но настоящим дебютом актрисы принято считать 1972 год, когда она сыграла главную роль в деревенской мелодраме «Здравствуй и прощай». Затем последовали такие широко известные работы, как «Осень под ранки», «Вас ожидает гражданка Никанорова», однажды 20 лет спустя. Первой значительной ролью, принесшей актрисе успех стала Аня Доброхотова в картине «Сладкая женщина», эта роль потребовала от актрисы немалого опыта. После этого фильма предложения от кинорежиссеров последовали одно за другим. 1979-1984 годы становится временем расцвета театральной и кинематографической карьеры актрисы. Она ушла наконец от амплуа простых деревенских женщин, доярок буфетчиц, раскрывая психологически сложные, многогранные образы, признанные классикой. Другой ее значимой ролью стала Нина Бузыкина в фильме «Осенний марафон». Еще одно серьезное достижение этого периода — Валерия в телефильме «Отпуск» в сентябре 1979 года. К сожалению, фильм был признан упадническим и дошел до зрителя только в 1987 году. Фильмы «Одиноким» предоставляется общежитие и «Хозяйка детского дома» — затрагивают социально важные темы одиноких женщин и брошенных детей. Темы, поднятые в картинах, и мастерство актрисы вызвали большой отклик у аудитории — спустя много лет она продолжала получать письма от зрителей. Сама лишенная счастья материнства, Наталья нередко воплощала на экране образ матери и в том числе многодетной матери, эти работы стали одними из лучших в ее карьере. Карен Шахназаров считал, что Гундаревой, как никому другому в советском театре и кино, свойственны страстность, темперамент и точность в деталях. Ее работа в фильме «Зимний вечер в Гаграх», по словам Шахназарова, спасла плоскую и маловыразительную по сценарию роль певицы Мельниковой. Практически ни одна работа актрисы не оставалась незамеченной критикой — на сцене, на телевидении, в кино. К концу 1970-х годов Наталья Георгиевна стала одной из ведущих актрис театра. В 1977 году по опросу журнала «Советский экран» она была признана лучшей актрисой. Наталья трижды была замужем. Первый муж — известный режиссер Леонид Хейфиц, с ним она познакомилась во время съемок телевизионного спектакля «Обрыв». Сразу после съемок они поженились, через шесть лет супруги развелись. Второй муж — актер театра и кино Виктор Корешков, был сценическим партнером по роли в звездном спектакле «Леди Макбетнценского уезда». После короткого и бурного романа они поженились, но брак вскоре распался. О первом и особенно о втором браке актриса не любила вспоминать. Третий и последний брак с был Михаилом Филипповым, актером театра Маяковского. Михаил и Наталья были давними знакомыми. В этом браке актриса, по собственному признанию, наконец-то обрела свое счастье. Детей у Натальи Гундаревой не было, сама она говорила, что детей ей заменил театр. В 1986 году Наталья, которая с удовольствием водила машину, попала в тяжелую аварию и почти год приходила в себя. С начала 90-х годов актриса меньше снималась и репетировала, сетовала на то, что все меньше ей предлагают подходящих ролей. В 1999 году актриса серьезно сбросила вес и перенесла пластическую операцию. Последнюю роль, Василису Савичну в сериале «Соломея», актриса сыграла в начале 2001 года, зрители обратили внимание на сильно изменившийся облик Гундаревой. 18 июля 2001 года на собственной даче под Москвой с актрисой случился инсульт. Последние годы она тяжело болела, надеялась выздороветь и вернуться на сцену родного театра, но чуда так и не произошло. Наталья Георгиевна скончалась воскресным утром 15 мая 2005 года на 57-м году жизни в Москве. Наталья Георгиевна — лауреат государственной премии СССР, государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, премии Ленинского комсомола. Удостоена премии за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Монреале, Канада за фильм «Собачий пир». Международной театральной премии имени Станиславского за вклад в Дорогие друзья, я благодарю вас за дружбу. Спасибо за оценку моих видео, если вам понравилось, ставьте лайки и пишите комментарии. Желаю вам мирного неба, здоровья, радости и счастья. До встречи.